Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии, я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит ежевечерне. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru. «Рождённые в СССР» «Диско-поп». Браво! Добрый вечер, друзья мои! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Дмитрий! Добрый вечер! Добрый вечер! Дмитрий, я снова рад видеть в прямом эфире нашей программы, уже без Виктора Салтыкова в данном случае. А Татьяна у нас впервые в гостях сегодня. Всё это вместе группа «Унесённые ветром». Мы в прямом эфире 617-5197. Ну, наливайте. Принесли что-нибудь с собой? Давай наливай, если уж начать. Там. Там? То есть после эфира что-то нас ждёт сегодня. Видимо, следует отметить сегодняшний праздник, а сегодня день семьи, день Петра и Февронии, не случайно супружеская чета. В прошлом, правда, пришла к нам сегодня в гости. Дмитрий Чижов и Татьяна Морозова. Подробнее о коллективе «Унесённые ветром» прямо сейчас. Группа «Унесённые ветром» была создана в 1997 году. Идейными вдохновителями и постоянными участниками коллектива стали поэт и композитор Дмитрий Чижов и певица Татьяна Морозова. Музыкальная карьера группы, выступающей в стиле диско-поп, началась с выпуска альбома под названием «Страшно сидеть одной». В 1997 году группа стала лауреатом премии «Золотой граммофон» за песню «Полтергейст». Главным хитом, получившим признание публики, стала песня «Какао-какао», написанная в следующем году. Всего за этот период группа записала и выпустила семь альбомов, сняла семь клипов. Музыканты побывали с гастролями в США, Германии, Франции, Англии, Израиле, Тунисе, принимали участие в записи телевизионных передач «Песня года», «Рождественские встречи», «УСП-студия», «Музыкальный ринг» и многих других. В 2005 году группа записала несколько ретро-шлягеров советских авторов – «Катюшу», «Старый клен», «Ромашки» и другие. Каверы зарубежных песен «И тело рыбы» и «Американцы», записанные более 10 лет назад и сегодня звучат в радиоэфире разных станций. Так, все-таки, группа «Внесенная ветром», хотя мне хочется называть по именам, поскольку группа не в полном составе, я так понимаю. Или вы сегодня в дуэтом выступаете и называетесь «Внесенными ветрами»? Ну, больше уже, да. Уже больше так, да? Криким составом. Просто коллектив-то неоднократно менялся, да? Наполнение, я имею в виду, внутри коллектива менялось, но Костяк остался прежним, неизменный дуэт Чижов и прекрасная Татьяна Морозова. Да? Да. Сейчас, я могу сразу рассказывать, сейчас мы преимущественно работаем вдвоем, когда большие площадки у нас есть еще и коллектив. Вот, потому что у нас... А сегодня здесь не развернешься просто, да, Дим? На нашей комнатушке в этом? Не развернешься. Ну, мы раньше-то работали втроем, но третье место уже вами заняты. А, в общем, дело. Я сегодня примкнул к группе «Унесенные ветрами», да? Один из «Унесенных». Да. И поэтому мы работаем следующим образом сейчас. Мы начинаем с наших известных хитов, поем вместе вдвоем, потом мы остаемся по одному, меняем костюмы, поем наши сольные песни с Танюшей, и потом все это дело добиваемое очередными хитами опять. И у нас получается большой концерт, который не надоедает со сменой костюмов, со сменой жанров. Со сменой лиц, опять-таки, да, получается? Лиц, да, да. И голосов. И рим, там, другой, и хиты добавляете. Ну, и камеры, да, и ретро-шлягеры, о которых я сказал, там в визитках, что, да? Да, да, да. В зависимости от того, где мы выступаем, конечно. То есть сегодня нас ждет с вами разнообразная программа, друзья мои, как я понял только что. 617-5197, Андрей из Москвы. Андрей, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Здравствуйте, группа «Унесенный ветром». Здравствуйте. Добрый вечер. У меня сразу же вопрос, тут вы хорошо исполнили песню, у меня почему-то прям ассоциация с группой «Роксет». Прям не знаю почему-то, прям вот что-то тоже такое вот, у вас прям похожее. И «Юритмикс» еще вторая. Да, что-то есть в этом. У меня вопрос такой, скажите, а вот вообще, как вообще все начиналось, образовалась ваша группа, с чего, как? С какой песней или что вы имеете? Я имею в виду вот то, что ваш состав, вот группа ваша, как она вообще образовалась, как это все, с чего начиналось, вот что-то, как все это было. Только что визитная карточка прозвучала, в принципе, там было, но, может быть, не во всех подробностях рассказано. Дима, наверное, к вам это больше вопрос, да? С чего начались «Унесенные ветры»? Ни с чего. А Дима просто встретил меня. Ах, вот с чего началось. И, конечно, группу нельзя было не сорвать, увидев солистку сразу, да? Мы приехали с Виктором Салтыком в Тольятти на гастроли в 94-м году, в день рождения Джона Леннона. Так. И у вагона нас встречала Таня. Серьезно, да? Да. То есть Танюша из Тольятти, да? Да, я из Тольятти. А в каком качестве Таня встречала? Просто как фанатка Чижова или Салтыкова в данном случае? Или как криспантин? Я не была фанаткой ни Чижова, ни Салтыкова. Я просто организовывала очень крупное мероприятие в городе Тольятти. И организаторы пригласили Виктора Салтыкова. А с Витей приехал Дима. Вот тут вот и все. А днем раньше Хлебникова и Каймитов еще на этом мероприятии. То есть мы все с нашим собрались. Вся тусовка. А что касается, организатора уже с хорошими вокальными данными, видимо, встречал, да? Да. Да, Таня, уже занималась, видимо, в детстве уже, да? Да, в детстве. И уже как-то организовывалось эти мероприятия. Тоже у меня были коллективы различные. И танцевальный свой коллектив был. И артистов приглашала. То есть такие большие пати были в 90-х годах. Да, там были своеобразные пати в 90-х годах. Корпоративы, как я сказал. В Тольятти особенно. В Тольятти может быть особенный. Я не знаю специфику тольяттинских пати, в чем они заключались. Но то, что в Тольятти одни из самых красивых девушек на планете, теперь мы знаем безусловно. Ну вот мы с Димой познакомились, а потом я уже переехала в Москву. И мы создали коллектив под названием «Унесенный ветром». Потому что мы любили путешествовать. И в то время было много круизов. В которых опять-таки работать приходилось, да? Ну не приходилось. Мы специально даже, можно сказать, наш коллектив такое создали, чтобы такой был легкий репертуарчик танцевальный, веселый. И «Унесенный ветром» то что-то такое легкое, которое в своем названии заключает много-много таких разных веселых песен. Встретились они на перроне, потом на палубе продолжили, называется. В «Унесенных ветрах» произошло именно так. Я подозреваю, что на перроне влюбился Дмитрий Чижов сразу. Ну нельзя было не обратить внимания на красавицу Татьяну Морозову. Да, Дим? Ну да. Так на перроне же произошло в Тольятти. Бывает же любовь с первого взгляда? Мы же верим в это. Тем более мне еще Абба нравилась. А, да, он меня видел. Когда меня еще Агнета встретила. Он меня видел, да. Агнета же на перроне-то встретила. Ну вот слушайте, группе Абба не удалось сохранить творческий союз после распада. Вам удалось это сделать после развода? Нам не удалось сохранить семью, но удалось сохранить творческий коллектив. Семьи им тоже не удалось сохранить. Ну им не удалось, да. Но я говорю, что это на творчество очень повлияло. Они не смогли просто видеть друг друга после этого. Мы тоже не могли видеть друг друга, когда разошлись. Да? А потом изменилась ситуация, да? Вот сидим рядом. Сначала одним глазом, да? Потом двумя. Потом стали привыкать. Роман из Санкт-Петербурга. Роман, добрый вечер. Добрый день. Санкт-Петербург. Вы знаете, смотря на ваше творчество, я люблю Битлз, Квинт, Назарет, многие такие ансамбли, которые вы, наверное, тоже, Владимир, уважаете и любите. Но это, конечно, кошмар. Может быть, как пьяные свадьбы справлять, это интересная такая музыка. Но всерьез говорить об этом, я думаю, не серьезно. Меня поддержат люди, которые, может быть, позвонят. Спасибо вам большое. Ну, вот такое критическое замечание возникло. Дадим он, кстати, фанату Битлз. И он даже играет. Я, видите, играю в левую сторону на гитаре. Пол Маккартни. Это потому, что я люблю Пола Маккартни больше, чем вы. Да, да, да. Страшный поклонник. Это очень трудно переучиться. Я не левша, и очень трудно переучиться на гитаре, играть в обратную сторону. А с Виктором Салтыковым мы вообще, мы же из Питера тоже, как и вы, учились в Лииште. Вот. И мы вообще битломаны с тех времен, и даже участвовали в фестивале Битлз. И у нас даже есть в Ютубе, можете посмотреть, в Челябинске фестиваль называется Салтыков-Чижов поют Битлз. Вот можете посмотреть этот кусочек, как мы играем другую музыку. Вот. А по нашей музыке, то, что мы делаем, вот по этому кошмару, который вы так оценили, это очень нравится людям. Очень нравится людям. То есть, вот это главный критерий. И, конечно. Да, то есть, между прочим, веселить людей, это тоже непростая задача. И потом артист, находясь в любом состоянии, то есть, какой бы у тебя ни был настрой, плохо тебе или хорошо, но когда люди хотят праздника, ты должен дарить этот праздник, несмотря на то, что у тебя творится в душе. Я уже боюсь принимать звонки из Санкт-Петербурга. Что-то вы как-то так с натиском к нам сегодня обучились. А я сам из Санкт-Петербурга, я знаю, я тоже начинал со сложной. Питерские они такие. А потом я понял, что это невозможно, питерскую культуру нести на нашу всю родину. Полностью невозможно. То есть, только в отдельном взятом регионе это можно делать? Очень трудно. Видите, даже тот же Цой, он очень упростил все. А в начале это было сложно. Геннадий, Санкт-Петербурга. Послушаем еще одно критическое или наоборот замечание. Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер, Володя. Добрый вечер. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Давно я с вами не встречался, Володя. Вы меня немножко бы забыли, наверное. Но не было моих тем. Моя тема – это музыкальная, конечно. Но вот сегодня. Да. Но, тем не менее, хочу сказать, что я когда-то очень мне понравилась песня «Какао каково». Я балдел буквально, извините за выражение, под эту песню. И хотел бы наяву увидеть этих исполнителей, которые ее исполняли. И мне очень приятно, что группа «Унесенный ветром» она питерская. Я даже не знал об этом, между прочим. Нет, питерский Дима. Я питерский. А, ну не важно. Да. Да нет. Но стиль и то, что вы любите Битлз, для меня это вообще кумиры, потому что я с ними вырос. Поэтому мне очень приятно. А, так вы из Ливерпуля, значит, да? Нет, нет. Если вы с ними выросли. Я вообще родился в Магдебурге. А, вот оно. Что понятно. Ну, после войны сразу. Не в этом дело. Мне все равно приятно видеть ваше питерское лицо и как бы... Улыбаясь, идем. И дай бог, хочу пожелать вам всего доброго, так сказать, и в ваших начинаниях, и в продолжениях, и в будущем. Спасибо. Спасибо, Геннадий, за теплые слова. Спасибо. Вы занимаетесь музыкой и не знали, что группа «Унесенные ветром» – часть, основная часть идейных вдохновителей Санкт-Петербурга. Теперь можете знать, пожалуй, самый главный хит, который вы только что похвалили, мы услышим прямо сейчас. И другие хиты группы «Унесенные ветром» тоже. Рожденный в СССР Дмитрий Чижов и Татьяна Морозова у меня сегодня в гостях в прямом эфире «Унесенные ветром» 617-51-97. Я вспоминал сейчас почему-то год 98-й. Очень часто тогда слышал радиостанцию «Европа-плюс», на которой... «Европа-плюс», да. Да, по-моему, только и они. Они первые стали. Поставили «Какао» тогда в ротацию. И была еще по телевизору передача хит-парад радиостанций. И к зиме мы на «Европе-плюс» в этом хит-параде телевизионном были на третьем месте. На седьмом месте был Филипп Киркоров с песней «Дива», а все остальные были иностранные. Понятно, какому принципу Филипп Киркоров подбирался на дальнейший клип. Просто он был по соседству, да, в хит-параде? Нет, не по соседству, а через три позиции. Через три позиции. Денис из Москвы. Денис, добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, какие педали эффектов используете? Никаких. Я играю прямо в линию или в комбик и чисто таким кристальным звуком пустым. И все. Технический вопрос, что звучало сейчас, друзья мои. Есть традиция в нашей программе, и наши гости тоже обращаются с каким-то вопросом к зрительской аудитории. О чем спросим зрителей сегодня? Из ностальгического. Из ностальгического. Я вчера только приехала с Селигера, и там была, отдыхала в одном доме отдыха. И почему-то вот эта природа и атмосфера мне напомнила пионерский лагерь. Я очень любила ездить в пионерские лагеря, поэтому такой вопрос. Какой самый каверзный поступок вы совершили в пионерском лагере, и какое наказание было за этот поступок у вас? Так, самый каверзный поступок в пионерском лагере совершали или нет? Если совершали, то какой? Я думаю, что за самый оригинальный ответ мы можем презентовать зрителям золотые хиты группы «Унесенные ветром». Один из золотых хитов прозвучит прямо сейчас, по-моему, с самой первой пластинки, да? Полтергейст. Полтергейст? Да. Прошу вас, Мастер. В гостях страшно сидеть одной, так называлась первая пластинка группы. Мы вам дарим сегодня золотые хиты за самые оригинальные воспоминания, связанные с самыми приятными поступками по отношению к другим людям в пионерском лагере. Я пока пошла песня, разглядел, что здесь оказывается не только хиты группы «Унесенные ветром», но и Виктор Солтыков, однокашник Димы здесь тоже присутствует, да? В практически полном золотом составе своем, да, с хитами. Здесь собраны самые лучшие песни, наши и его, самые известные, в самом приличном звучании. И плюс новые, которых нигде нет. Жаль. В том числе и его новых нет. Да, 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 хорошо. В новой песне группы мы сегодня услышим. В новой песне в исполнении Дмитрия и Татьяны Морозовой, я надеюсь, тоже нам хватит времени послушать. Я сожалею о том, что я разглядел диск, что я не был никогда в жизни в пионерском лагере. Иначе бы для подъема настроения я бы ставил исключительно эту пластинку в машине. Антон из Санкт-Петербурга. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотела задать два вопроса группе, если он на этом. Первый вопрос. Как вы подходите к выбору сценических костюмов? Вы, может, обращаете за помощью к модельерва или это ваш собственный выбор? И второй вопрос. Какой необычный подарок от ваших поклонников заполнился вам больше всего? И насчет пионерского лагеря. Я помню, я отдыхал в пионерском лагере и пригласил девочку на танец, на медленный танец во время дискотеки. Ну что ж, тут каверзного пригласили девчонку на танцы. Хотя, с другой стороны, пионерский лагерь для многих этой первой танцы и первой любовь. Мы стеснялись, стеснялись. Мальчики сидели просто на скамеечках, а девочки танцевали. И мальчики боялись подходить. Это поступок. Дим, боялись мы подходить? Мы боялись подходить. Таня, вот мне она не боялась. Она была более уверенной, да, девушка? Да. Ну, мы с ней вместе не были в пионерском лагере. Мы поняли, что вы вместе были на другой платформе. Что касается сценических костюмов, понятен вопрос, о чём? Как подбираются, как они делаются, почему они такие и так далее? Ну, вообще, большое значение придаём сценическим костюмам. Потому что я считаю, что артист, выходя на сцену, должен быть не просто в чём пришёл, в том и вышел. Потому что сейчас есть такие варианты. Как приехали, так и выходят на сцену. А что-то должно быть такое яркое, красивое, позитивное, чтобы люди смотрели на артиста, и был тоже вот этот подъём настроения. Чтобы песни соответствовали и внешнему виду тоже. Поэтому у нас вот такой, ну, Дима сегодня, ну, он тоже яркий, но тут ёсточки есть. У него, да, он сегодня в более серьёзном таком вот костюме. Я в более серьёзном, но это сценическое костюм. А у меня вот сценическое платье вот такое. И вот это вот последнее моё платье шёл дизайнер Екатерина Король. Собственно, как и этот пиджак. И это тоже Катя Шелла, да? Да, тоже Катя. То есть вы работаете с Екатериной Король сегодня. Она одевает группу «Унесённые ветры». Второй вопрос я уже не помню. О чём там спрашивал зритель? Я вот не расслышал, там про поклонников что-то было. А, какой подарок самый оригинальный. А, самый оригинальный подарок. Подарков много. Да, да, да. Я думаю, что это, наверное, самый оригинальный был подарок. В каком-то городе, я уже не помню. Северно в каком-то городе. Салехард, по-моему. Салехард, точно. Я подскажу вам. Салехард, спасибо за подсказку. В Салехарде выступали на День города. И на сцену после песни «Ела рыба» выходит мужчина с коробкой. И, естественно, мы так с девочками... Нет, девочки. Вот что-то видели сейчас. Видели птенцией. Мы так испугались, говорю, а что это? Потому что все-таки безопасность, прежде всего. Он говорит, ну как, вы же любите рыбу, поэтому вот вам муксун. Целая коробка. В общем, такой оригинальный подарок был потом из этой рыбы. Это памятная вещь, да? Как-то запомнилось это. Полюбили вы муксун? В копченом виде, да? Нет, сыром. В сыром виде? То что-то наловил и от чистого сердца принес улов прямо на сцену. Неудивительно, что сегодня так много звонков из Санкт-Петербурга, из родного города для Дмитрия Чижова. Наиболее активен Питер. Для всех остальных городов напоминаю наш номер телефона 617-5197. Следующая песня, по-моему, и посвящена тоже Санкт-Петербургу, да? Да. Послушаем. Чашка кофе, я думаю, песня знакома каждому. И, конечно, в первую очередь исполнение Марина Хлебникова. И Дмитрий Чижов автор этой песни. Он же исполнитель в данном случае этой песни. В очках была симпатичная девушка рядом с ним. Это была не Марина Хлебникова, хотя она с годами немножко изменилась в лучшую сторону, да? Мы могли ее просто не узнать, поэтому я говорю, что это была не Марина, а другая девушка на боковаках. Эта девушка, ну, у нас она работает. Ну, я понял, что ваша, что местная тоже, да? Наша, да, наша. Что касается Марины Хлебниковой, эту песню вы писали для нее, или так получилось, что ей была предложена песня? Или она имеет большую достаточно историю? История такая была. Мы писали себе первый альбом, нарабатывали материал. Там была, кстати, еще одна песня, это «Мышь» Киркорбская. Еще тоже была. Тоже не две. Вот. И потом мы поняли, что Марина Хлебникова все-таки имеет какой-то вес в обществе. Тем более, ну, она уже была известной артисткой, а мы были никто, несмотря на то, что там знакомства у нас были всякие. То есть ради выгоды привлекли Марину? Не ради выгоды. Я уже известная девица. Ради чьей выгоды? Ради выгоды. Ну, как, если она уже была известной? Она была известной, но она была известной, но не настолько известной, чтобы… Ну, в своих кругах, интегральных и прочих, да? Да, да, да. Вот. И они приехали с Антоном к нам, они там жили неподалеку. Это был конец февраля 97-го года. Вот. И я понял, что надо сделать, потому что она… И она для нее по духу подходит. Она… Вот эти все сажусь за руль и мчусь, и это не для Тани. Таня не мчится, она ездит в вальяжь. Вот. А Марина такая была. Вот. И я ей предложил, говорю, Марина, вот давай спой песню. Марина сказала, ну, что-то это… Это как-то не то, да? Что-то как-то не моё. Ну, давай, давай осенью запишем. Мы там, это, джаз у меня там, еще там какие-то, билибом там, еще. И о чем-то таком другом. Антон стоит рядом, говорит, Марина, ты что вообще, ты что, давай делать. Чего-то отказываешься. Да, записали буквально на следующий день. И мы записали как-то… Ну, да, в ближайшие дни мы записали. Она поехала на Европе плюс. Она тогда пела заставок очень много на Европе плюс. Вот. И она туда была вхожа. И потом она приехала оттуда с… В общем-то, у нее ноги не доставали на 10 сантиметров до земли. Потому что она летела, не понимая, что происходит. Сказала, они взяли, они поставили 6 раз в день. Чего, чего вообще, почему? И они… Ну, это очень… То есть они-то услышали. Да, они-то услышали. Да. Ну, давайте вспомним. Мне кажется, Марина Хлебникова стала известна для широкой аудитории после того, как поработала в разных коллективах уже после Ялты 91-го года. Мы вспоминали с ней об этом некоторое время назад. Фрагмент из интервью прямо сейчас. Конкурс дал мне очень хороший опыт. Он дал, прежде всего, работу с Димой Чижовым, как с автором, собственно. Это автор, который потом написал «Добно чашку кофе». У меня потом, это, конечно, знакомство. Вы представляете, сразу в одном жюри. То есть потом фирма… Тогда эта фирма… Сам Игорь Яковлевич крутой занимался этим. Представляете, вот каждому человеку, каждому конкурсанту дали деньги на студию. Вы представляете, это все такое. Это потрясающе. Это серьезная вообще работа. Я, честно говоря, не ожидала, что такую большую сумму нам могут выделить на запись треков. К конкурсу. Потом, это, конечно же, познакомиться с членами жюри. А потом мы со всеми ребятами так подружились. О конкурсе «Ялта-91» вспоминала Марина Хлебникова. Еще один яркий представитель, тогда победивший на этом конкурсе, будет у меня в гостях в понедельник. Пока не буду раскрывать тайну, кто это. Игорь из Москвы. Игорь, добрый вечер. Алло, Володь, вечер добрый. Добрый вечер. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, что касаемо ответа на ваш вопрос, в отличие от вчерашнего я подготовился, так что готов рассказать. Как говорится, это было давно, уже 30 лет назад. Короче, грубо говоря, сперли мы флаг, который поднимают на линейке. Из-за этого наш отряд спал на два часа больше, потому что пока вожатые там искали, найти не могли. А вопросик у меня о группе такой. Вот касается он, так называемых корпоративных середины 90-х города Тольятти. О! Там, как говорится, серьезный люд собирался, и поэтому звучала серьезная музыка. Так вот, хотелось бы услышать ваше отношение к так называемому русскому шансону, и приходилось ли вам на этих корпоративах исполнять эти песни. В середине 90-х еще не существовала группа. Группа не существовала, но про корпоративы 90-х в Тольятти, наверное, Таня знает очень многое, какая музыка там звучала, и кто присутствовал на этих вечерах званных, и так далее. Да, присутствовал действительно серьезный люд, которого сейчас, я думаю, что уже и... Не все живы? Да. Бывает и такое, да. Конечно, там в 90-х все очень серьезно было, конечно, многих уже нет. Нет, я... Шансон никогда не пели? Я не пела, да. Вот, но... А на вечерах, наверное, звучала такая музыка? Да, конечно, звучала, звучала. Вся эта музыка, все любили. Вот. Но, конечно, неприятно было присутствовать на таких вечерах, потому что иногда просто приглашали, ну, привезти какой-то коллектив, там, танцевальный или устроить вот такую вечеринку. Вот, конечно, всегда это так немножко с опасностью, сказка делалась, потому что никогда не знали, что можно было ожидать от этих людей. Ну, на шансон вы и потом не перешли, надо вам сказать. А вот в 2005 году записали старые добрые советские хиты. Да? Что побудило? 60-летие Победы. Ах, вот дата была, да? 60-летие Победы. Да, да, да. Поэтому ссали Катюшу, Ромашки, да. Сегодня этих песен не прозвучит, да? Нет, сегодня нет. Ну, нет. Сегодня мы другой репертуар исполняем. 9 мая они звучали. 9 мая, понятно, с чем это связано. Да, мы сегодня по одной своей песне, Дима еще тоже споет. Такие у нас, ну, не то что, ну, в принципе, немного даже сольные они, да? Как ты это определяешь, Дима? Ну, да, да. Я хочу еще немножечко вернуться в один момент, вот как мы с Таней познакомились, и в город Тольятти. И к костюмам. Таня тогда говорила еще, когда... Сейчас что-нибудь придумает. Нет, 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 на ходу. Таня говорила, что очень важно, когда она приглашала артистов, и вот все сидели, местные знать, все приходило, их жены, они все хорошо одевались. Так. Очень были, как бы, ну, это очень важно было на этих мероприятиях. И они всегда смотрели, сколько раз артист передевается. Особенно артистка. Да, Ирина Понаровская приезжала. И это очень важно. Часто приезжала. Валерия тоже переодевалась. Да, Ирина Понаровская часто приезжала, и всегда вот бизнес-элита женщины, они всегда, ой, Понаровская приехала. А вы видели, какое у нее платье? А какие шляпы? А сколько она раз там переоделась? То есть это для женщин. Я была законодательницей мод на советской эстраде Понаровская, конечно. И это правильно, потому что, в принципе, люди, конечно, смотрят на это. И это важно, и это уважение. То есть, почему мы вот у нас с тех пор так и есть отношение к костюмам такое. Вот ему жарко все равно, вот здесь сидит на шаге. А мне не жарко. Здесь кондиционер работает, поэтому нам не жарко. Клип с исполнителем, хорошо известным вам, совместный, мы сейчас увидим. Мы уже вспоминали об этом исполнителе. Через некоторое время расскажем историю клипа. Ну что, зажигательное самбо в исполнении Филиппа Киркорова и Татьяны Морозовой группы «Унесенный ветер» посвучала сейчас. Это уже такая ностальгическая вещь, записанная, наверное, в 90-х тоже, да? Нет, в 2002 году, да? В 2003, вот как-то так. Что побудило обратиться к королю нашему, сия эстрады нашей? А он сам обратился. Он сам обратился даже снизошел. Нет. Нет? Ну, как разилась песня, а была мышь перед этим? До этого, да? До этого, мышь 90-х. Филиппу очень понравился клип «Полтергейст», образ Димы, как он там загримирован был. И он говорит, что вообще классный такой образ, я хочу какую-то песню, чтобы вот под этот образ подходил, чтобы у меня такой же тоже образ был. И Дима тогда написал ему песню «Летучая мышь». И вот Гусев ему клип снимал, Филипп такой был. Это вторая уже работа с Филиппом Кирковым, да? А это вторая уже работа. И у нас четыре песни с ним. Четыре песни с ним? Да, четыре песни, но еще странные люди были. Это тоже Дима песни. Это был первый такой медляк, вот именно такой душевный, как вот он сейчас любит петь. До этого он пел только «Я выпью, заставлю за твоё здоровье». Ну, вот такие вот медленные, не вот такие вот грустные про любовь. Это был первый «Странные люди». И он тогда на «Новой волне», это в 2002 году, спел. И прям так вообще на следующий день мне звонит, говорит, ты видел жюри, как смотрел? Чего жюри, как смотрел? А здесь понравился просто ему образ Востапа Бендера. То есть, когда мы обсуждали сценарий, он говорит, ой, классно, я хочу быть Остапом. То есть, это мой образ. А я там элочкой. А второй, вот группа «Бумеем». То есть, нас загримировали под Мулатов. Мне даже... Во второй части? Да, во второй части. Который мы не видели сейчас, да? Мне даже мама, когда увидела клип, она меня не узнала. Она говорит, это ты-то? Кто это? Там была такая умненькая. Такой негритенок. Владимир из Московской области. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня был случай в Пионерском лагере. Это было в Крыму. Я случайно был назначен командиром этого лагеря. Лагерь окружали персиковые сады. В один прекрасный вечер для девочек мы полезли в эти сады, набрали персиков, за что я потом был исключен из командиров этого лагеря. Вот так вот. Спасибо, но может быть компенсацию за те персики мы вам и диски подарим, хотя, с другой стороны, нам еще предстоит выбрать. Игорь из Москвы нам звонил, рассказывал страшную историю про флаг. Вам уже решать, кто будет победителем и кто получит золотые хиты Салтыковой и Унесенных Ветром. Слушаем, до чего же красивая женщина, да? Да. Догадываюсь, кому посвящена песня. Посвящена песня. Чуть не упала. Я еще в группе «Мираж» немножко успел потрудиться. И там была такая поговорочка, сделаем гитару погромче. Ко мне сегодня девушка знакомая на концерт пришла. А, понятно. Вот. Посвящается знакомой девушке. Аплодисменты долгие, переходящие в бурные овации. Спасибо, друзья. Здорово, 617-5197. Насколько бы Дима ни говорил о том, что случайной и красивой девушке посвящаются эти слова, все равно мы-то знаем, кому они посвящены на самом деле. Мне кажется, когда-то эти слова и прозвучали в адрес Татьяны Морозовой. «Давай с тобой поженимся», сказал когда-то Дмитрий Татьянов. Да? Сегодня, особенно в день Петра и Февронии, хочется об этом вспомнить, поскольку сегодня день семьи отмечается. Я думаю, для вас это тоже значимый праздник. Я, на самом деле, хотел всех поздравить с этим праздником, что-то заговорился про этот мираж. Конечно, посвящается всем женщинам, и я всем желаю хорошей их семей и любви, и верности, как вот сегодня в этот день и называется. Спасибо большое за пожелания. Я думаю, до каждого из вас они дошли эти пожелания сейчас. Следующий клип смотрим. Для чего же красивая женщина будет петь для вас прямо сейчас? Это все для тебя, мы тоже подозреваем, кому посвящена эта песня. Это все для тебя. Мы можем догадываться, конечно. Хотя, с другой стороны, уже есть свой капитан у Татьяны Морозовой. Как-то это связано с сегодняшним днем, Дима мне сказал, до эфира, да? Эта встреча произошла. Сама пусть расскажет. Да, я ровно семь лет назад встретила в этот день своего любимого. Именно вот в праздник, да, Петра и Февронии? Капитана. Капитана? А почему капитан-то? А потому что он капитан. А он настоящий капитан? Он настоящий капитан. В круизе. Круизного супруга. Круизного супруга. Опять про круизы можем поговорить. Мы уже начинали сегодня говорить про ностальгические круизы, но это все серьезно и в настоящий момент происходит в жизни, оказывается, супруга Татьяны Морозовой. Ну, просто Марлин Монро, наши отечественные эстрады, мы сейчас видели. Я знаю, что для Тани каким-то образом является значимым фильм, фрагмент из которого мы тоже сегодня показывали. «Джазе только девушки», да? Да, да. Как-то повлиял. Монро я обожаю просто. Видимо, захотелось быть актрисой, да? После того, как увидела Марлин Монро. Да? И захотелось этот образ немножко привнести на нашу эстраду. Все данные, мне кажется, у Татьяны Чижоу... Чуть-то проговорился, да? Ноговорка по Фрейду. Татьяны Морозовой для этого есть. Вашего Фрейда. Да? Да. Вот как. Как время меняет нас, оказывается. Давайте услышим еще одну видеокомпозицию сейчас. Мне хочется показать вам сольник Дмитрия Чижова. Потом вернемся. Дмитрий Чижов, Татьяна Морозова, все песни, как подгадали мы, как будто сегодня. Лирические в том числе звучат о любви. Не случайно мы сегодня вместе с вами отмечаем праздник семьи, праздник двух святых, Петра и Февронии. Наш отечественный день влюбленных. Вот так, наверное, нужно говорить в данном случае. А то мы привыкли 14-го с Валентином поздравлять всех. Переняли, да? Да, это наш, конечно. А еще три года уже назад добавлен еще один праздник Петра и Февронии во второе воскресенье сентября. Еще кто не знает, потому что сейчас пост, и нельзя венчаться полуцерковным. Да, 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 еще неделя до окончания поздравлята. А тогда можно, тогда в воскресенье. Специально. Ну, у нас остается две минуты до финальной песни. За это время, может, мы подведем итоги и вспомним какие-то свои истории? Или они не происходили в пионерском лагере? Ой, да как это не происходили? Был же мой. Тоже забрали. У меня их было очень-очень много. Ну, много не надо. Хотя бы что-нибудь одно яркое. Что яркое. Из пионерского прошлого. Пионервожатая очень боялась лягушек. Так, и вы, конечно, ей подкинули в нужный момент. Со своей подружкой. Наловили этих лягушек. И когда она спала, мы ночью просто на дни повесили этих лягушек. Зато на следующий день мы чистили картошку практически весь день. Это было наказание, да? Это было наказание, да. Но зато научились картошку чистить. Были какие-то истории связаны с лагерем? У меня были. Ну, во-первых, я без разрешения в свое время остался на вторую смену, чем свою маму привел в ужас, потому что я потерялся. Но я хочу больше про другое рассказать. Это шкодная была такая история. Так, только коротко. А коротко... Нет, это была шкодная. А на самом деле я научился на гитаре играть в пионерском лагере. Я смотрел, как играют вожатые. Потом они ушли куда-то в лес. Потом я взял и сразу заиграл. Сразу. Это хорошая история, это не каверзная. Но я не могу не сказать, потому что я сейчас возьму гитару, с которой я в клипе там фигурировал. Хорошо, кому дарим диск-то сегодня? Так, у нас были персики и у нас были флаги, да? Да. Вот на две части бы разделись. На две части вы что ли? Персики отправить, флаги отправить. Кому? Ну, давайте, наверное, один. Кому? Ты решай, ты решай. Я решаю. А, еще был танцующий парень, да, который пригласил девушку. Так, времени у нас меньше и меньше. Давайте, давайте, давайте подарим флагом. Флагом, Игорь, вам достается диск. Главный хит группы сейчас прозвучит. Я напомню, что в гостях были у меня унесенные ветром Дмитрий Чижов и Татьяна Морозова. Продолжение следует...